Здравствуйте! В этом уроке мы вначале откроем Encore CS6 вот таким образом. Товардо щелкаем по иконке. И после этого загрузим туда файлы, которые мы сделали, то есть просчитали в программе Encoder в прошлом уроке, для записи их на DVD-диск опять же в программе Encore и также сделаем меню. Создаем новый проект, нажимаем New Project и пишем имя. Наш фильм назывался, как мы помним, Мексика. Мексика. Но так как эта папка у нас уже в проекте есть, то давайте напишем Mexico DVD. Указываем путь, в данном случае путь уже указан, но все равно нажимаем брауз и выбираем диск D, потом уроки и Мексика. Окей. Побираем здесь формат DVD, разумеется, и у нас телевизионный стандарт NTC, хотя обычно я делаю все фильмы в Пале. Но это не беда. Допустим, если вы снимали на камеру, которая пишет в формате PAL, то просто везде ставите PAL, а так все остается как было. Дальше. Здесь мы ставим максимальный битрейт 9.4. Все. И нажимаем ОК. Загружаем файлы. Щелкаем два раза по пустому полю и выбираем те файлы, которые мы просчитали в прошлом уроке в программе Encoder. Вот они, источники DVD. Это видео и звук. Нажимаем Ctrl. Выделяем оба файла и нажимаем Открыть. Пока видеофайл у нас написан курсивом. Почему? Потому что он просчитывается. Пока он просчитывается, мы создаем тайм-линию. Нажимаем на кнопочку New Item и нажимаем Timeline. Берем эти два файла, даже если они еще не просчитались, и перетаскиваем на тайм-линию. В любое место, совершенно любое, они сами встанут автоматически в нужное место. Так, все, файлы практически просчитались, но пока вот все, теперь уже видеофайл не написан курсивом, а написан нормальным шрифтом. Чтобы уменьшить тайм-линию и увидеть все файлы, которые находятся, вернее, здесь всего два файла. Здесь не бывает деленных файлов. Один файл видео, а один аудио. Чтобы увидеть весь файл, файл целиком, мы нажимаем по привычке клавиши слэш. Нажал. Ну, прежде, конечно, нужно выделить тайм-линию. Либо можно схватиться вот за этот курсорчик или ползунок, вернее, влево пропадюркать, либо пощелкать по вот этим треугольничкам. Меньше, больше. Давайте нажмем слэш. Просто так, чтобы увидеть тайм-линию. Мы видим, что у нас образовался по умолчанию всего лишь один чептер. Чептер 1. Номер 1. Выделив его, мы можем в свойствах увидеть название чептера и также можем его поменять. Это название. Нам этого делать не нужно. Теперь давайте выберем шаблон для нашего будущего меню. Для этого идем в закладку Library. Вот она у меня открыта уже. Либо нажимаем, допустим, клавишу F7. Вот я нажимаю клавишу F7 и снова попадаем в закладку Library. Если у вас здесь пусто, значит у вас нету библиотек, к сожалению. Это, конечно, плохо. Значит, вам нужно эти библиотеки найти и самостоятельно загрузить в программу Encore. Если у вас CS6, то находится на диске C в папке Program Files. Не в папке Program Files 86, а именно Program Files, потому что Encore CS6 64-битный. Где найти библиотеку эту? Ну, я думаю, в интернете можно поискать найти. К сожалению, вес у нее очень большой. Она весит 2 гигабайта 750 мегабайт. Папочка вот Styles весит где-то мегабайт 40 всего очень мало. Но это, конечно, около 3 гигабайт. Это очень прилично, конечно. Вот. И можно найти в интернете информацию вообще, как это сделать, как куда загрузить. Там все написано для каждой операционной системы, допустим, Windows 7 или Windows 8 у вас. Там все написано. Если вдруг совсем плохо у вас будет, и вы не сможете найти эту библиотеку, напишите мне и я выложу ее на файлообменник и дам ссылочку. Все, разумеется, бесплатно будет. И вышлю файлик, как и куда вам нужно все это дело разместить. Так дальше, выбираем шаблон, если он у нас есть. Как это делаем? Вот здесь эта кнопочка шаблонов меню. В выпадающем меню строчки Set. Set это место, либо как папка все равно. Здесь у нас есть наборы этих шаблонов. Допустим, сейчас у нас набор travel-путешествия. Есть свадебные, то есть нажимаем и смотрим. Выбираем, то есть щелкаем и начинаем там стрелочкой вверх-вниз крутить. Ну, положим, здесь у нас меню для старого телевизионного формата 4х3. Есть HD шаблоны, есть DV шаблоны, но широкоформатные. Написано white, то есть широкие. Вот. Ну и так далее. Они разные совершенно. В закладочке General есть даже пустые шаблоны, как раз ими я чаще всего пользуюсь. То есть я создаю пустой шаблон и делаю меню. Если делаю, конечно. Я очень давно их не делал уже, просто считаю, что они не нужны. Вот. Делаю меню уже вручную. Из меню можно сделать, конечно, шаблон, который здесь находится и потом его тоже использовать. Ну, такой же шаблон, как здесь. Давайте выберем все-таки travel-набор шаблонов, потому что у нас путешествие такое небольшое, связанное с морем. И выберем вот Beach Menu White. Два раза щелкнем по названию и меню появляется в отдельной закладке. То есть вот появляется файл меню, NTC Beach Menu White и закладка. Чтобы увидеть монитор, мы щелкаем по закладке монитор и видим видео наше. Либо так. Вообще-то, более удобно будет выбрать шаблон для создания меню. Он находится в меню Window, Workspace, то есть шаблон рабочей области. И меню дизайн. То есть здесь мы одновременно видим меню, а также то, что происходит у нас на видеофайле, без всяких закладок. Ну и все самые необходимые окна здесь находятся. В случае чего любое окно можно добавить, как обычно, как это делается в Photoshop или Premiere. или AutoEffect. Давайте пока вот здесь и поделаем наше меню. Для начала, конечно, мы должны изменить название, то есть текст поменять. Мы же такое не оставим текст. На самом деле, более удобно это делать в фотошопе. Я, кстати, об этом написал небольшой, но записал небольшой урок и разместил его на главной странице уроков. Среди бесплатных уроков, там можно легко найти. Мы сделаем это все здесь. То есть я не буду сейчас вот прям вылизывать это меню, делал прям все идеально. Я просто вам покажу принцип, как делается, а вы сами уже будете делать, как вам захочется. Чтобы выделить текст, вот видите, я пытаюсь выделить текст инструментом Selection Tool, клавиша V. У меня это сделать не получается. Я могу выделить только кнопку всю целиком этим инструментом. Ctrl-Z. Вот он, этот инструмент Selection Tool. То есть мы должны выбрать инструмент Direct Selection Tool, который находится на клавише A. Нажимаем клавишу A. Нажимаем клавишу A. Нажимаем клавишу A. И теперь мы можем двигать текст и другие элементы. Даже вот текст в кнопке можем двигать. Отмена. Инструмент находится вот здесь. Вот он. Direct Selection Tool. Выделяем текст. Выбираем инструмент Text, само собой. Вот так вот выделяем, как в Photoshop и все. Давайте сотрём этот маленький текст, вам не нужен. Delete. Выделяем и напишем. Не знаю, у нас Мексика была. А пускай будет по-русски Мексика. Мексика. Так. Темно уже ничего не видно. Так. Мексика. А пускай будет даже 2013. Все. Нажимаем снова клавишу A. Нет. Неправильно. Нельзя. Просто нужно щелкнуть сюда. Нажали клавишу A. И можно подвинуть как-то вот так инструмент. Инструментом Direct Selection Tool. Текст. Теперь давайте немножко изменим текст. Но, как я сказал, что в Encore это сделать довольно-таки так неудобно, можно сказать. Мы идём в палитру Character. Это переводится как символ или буква. Ну, вообще у этого слова очень много переводов. Вот. И в выпадающем меню мы можем выбрать только вот так, мышкой. Какой-то вариант текста. То есть стрелочкой вверх-вниз поработать у нас не получится. По крайней мере, у меня не получается. То есть мы идём, вот здесь внизу у меня, вы не видите, внизу у меня такая стрелочка. Вот. Я на неё нажимаю и побежал список всех шрифтов, которые загружены у меня в системе. Вот Бонзай, допустим. Ну и так далее. И то есть снова, если я выбираю, то я нахожусь, не знаю, снова в начале. То есть мне снова нужно до Бонзая бежать. А до буквы там Z, допустим, это нужно за полдня здесь вот как бы идти. Поэтому давайте оставим это как есть. А ещё лучше, конечно, послушать мой урок о редактировании текста в фотошопе. И там можно довольно-таки быстро всё это сделать. Давайте применим к этому тексту стиль какой-то. Выбираем закладочку Styles. И выбираем, то есть у нас, видите, сейчас выделены все стили, которые только есть. Которые относятся не только к тексту, но и там, не знаю, ну всё, что есть, короче. А мы выбираем стиль для текста. Нажимаем сюда. И здесь точно так же. В этих папочках, которые называются Set, в этих сетах, есть такие наборы вот этих стилей. То есть можно также выбрать. Там есть текстуры, допустим, вот они сгружаются. И давайте просто возьмём и перетащим на этот текст. Вот, допустим, этот стиль. Перетащили. Некрасивый. Но, опять же, в фотошопе стилей намного больше. И всё это делать намного удобнее. Давайте оставим вот так. Так, теперь давайте поменяем текст на кнопках. На будущих кнопках. Давайте сразу сделаем всё оптом. То есть нажимаем Ctrl и выделяем. Ах, нет. Вначале нужно что-то сюда написать. Предположим, я уже сюда написал. Вот написано The beaches of Miami, что ли. В общем, ладно. В общем, как будто бы мы это всё написали. Потому что по этому примеру можно также написать здесь. Вот так выделяете. Нажимаете клавишу T. Выделяете. И, не знаю, там пишите я просто от балды. Пишу. Вот так вот. Всё написали. Всё. Щёлкайте по инструменту выделения Direct Select Tool. И точно так же вы можете применить стили. Но стили можете применить сразу. Сразу ко всем текстам. Или текстам. Как будет правильно. То есть нажимаем. Опять же инструмент выделения Direct Select Tool. Нажимаем и держим Ctrl и щёлкаем по всем текстам. И точно так же перетаскиваем или просто два раза щёлкаем по названию стиля. Вот так вот. Давайте выберем другой Set. Наверное, допустим, вот так вот. Попробуем этот. Так. Ещё раз выделяем с Ctrl. Вот так вот. И два раза щёлкаем по... Два раза щёлкаем или перетаскиваем на любой из текстов. Давайте два раза щёлкаем. Вот так. Ну, в принципе, поняли, да? Наверное. Выделяете, смотрите. И можно так перетащить просто. Но любой... Нет, смотрите, перетащил на один. Только на одном. И стиль изменился. Давайте снова выделяем с нажатой клавиши Ctrl. И теперь только так. Два раза. Ну, поняли, наверное, да? Как это всё делается? Ладно. Давайте оставим как есть. Просто я... Мы сейчас в меню полностью делать не будем. Прямо вот, прям под ключ. Потому что диск-то я с вами не запишу. Это вы будете делать без меня уже. Давайте предположим, вот... На данном этапе у нас всё закончилось. Мы текст написали. Выбрали красивый шрифт. Я говорю, ещё раз лучше это делать в Stashop. Вот. И применили к нему красивый стиль. Можно здесь поискать ещё раз стили. Давайте создадим чептеры, чтобы потом привязать эти чептеры к кнопкам. Кнопки у нас будут анимированные. То есть в них будет играть видео. Давайте... Увидим всю тайм-линию. Так сделаем поменьше. Вот так. Давайте поставлю просто от балды чептеры. Но один чептер поставим точно между двух наших частей. Мы помним, что у нас две части. Одна часть это источники, другая часть рыбалка. Вот как раз начало рыбалки. Как нам поточнее попасть. Вот. Нам нужно попасть на чёрное видео. Знаете, более удобно чептеры ставить, конечно, в премьере. В следующем уроке, в маленьком уроке, где мы с вами будем писать Blu-ray диск прямо из премьера, без меню. Мы, если я не забуду, поставим с вами там чептеры. Я вам покажу. Кстати, вещь очень удобная. Чтобы точно попасть вот на чёрное поле, как бы на стык между двумя частями, мы нажимаем, выделяя, конечно же, тайм-линию, нажимаем плюсик. И теперь можно стрелочками влево-вправо, вот стрелочками, вот, нажал, держу, ну вот, давайте самое чёрное поле выбираем для чептера. И ставим чептер. Вот, щёлкаем по этому значку, Add Chapter. Чептер стал. Давайте сделаем поменьше тайм-линию. И давайте остальные чептеры поставим просто от балды. Первый чептер у нас уже есть, он ставится, как я говорил, автоматически. Второй ставим. Третий ставим. Ну, конечно, надо ставить чептеры там, где меняется какое-то там событие, допустим, или начинается новая песня, начинается новый день, ну, какое-то новое действие начинается и так далее. И чем больше чептеров вы поставите, тем лучше. Если вы до сих пор не поняли, для чего нужны чептеры, то я сейчас объясню. То есть, у каждого DVD или Blu-ray плеера есть пульт, на котором есть такие кнопочки, как Next или Skip. Может какие-то даже по-другому называются. То есть, вы переходите, нажимая на эти кнопки, по главам. Вот как раз чептер переводится как глава. Там чептер как главы. То есть, вы еще находите, допустим, вы проигрываете фильм вот в этом месте, щелкать на чептер вперед, вы попадаете вот сюда, вот на этот чептер. И сразу начинает играться видео с этого момента. Щелкать еще раз, попадаете сюда. Щелкать обратно, попадаете вот сюда. Понимаете, да? А если отсюда вы щелкаете назад, то снова попадаете на этот же чептер. Но мы с вами, кстати, здесь все это сможем увидеть. То есть, здесь такой будет виртуальный пульт. Мы по этим стрелочкам по щелкам, и вы все поймете. Так, все, чептер поставили. Отлично. Давайте теперь привязывать чептеры пока еще не к анимированным кнопкам. Но мы их сделаем, конечно, анимированные. У нас всего три кнопочки. Хотя, знаете, вот можно сделать из текста кнопку. И, кстати, давайте сделаем еще кнопочку из элемента, который мы можем импортировать без крайних просторов ваших жестких дисков. То есть, выбрать, допустим, фотографию свою или вырезанную фотографию молодых. Либо там, не знаю, ну все что угодно. Любой элемент в формате, желательно в формате PSD, либо PNG. Либо взять здесь. Вот библиотека. Вот эта кнопочка у нас отвечает за шаблоны меню. А вот кнопочка у нас отвечает за шаблоны всяких кнопок. То есть, мы можем, допустим, добавить. Давайте какую-то, допустим, вот такую кнопку. Нам, если этого мало, мы берем просто, хватаемся и тащим сюда ее. Появляются красные полоски. Это означает, что кнопки пересекаются, что не должно быть, конечно. Мы должны кнопочку поставить вот так вот. Опа. Инструмент в деле не тот. Отмена. Нажимаем клавишу V. Щелкнем в пустом поле и теперь двигаем. Вот так вот. Вот так, видите. Я подвинул и теперь наши кнопки не пересекаются. Это неправильно. Ну, то есть, у нас они просто работать не будут. Либо мы не сможем записать диск. И теперь вот эти кнопки можно даже... Давайте выберем... Вот этот мне текст не нравится. Она слишком длинный, большой. Удалим. Так, давайте выберем другую кнопочку. Я просто вам покажу... Немножко чего-то покажу. Давайте эту кнопочку поставим. Так. Допустим, она большая. Давайте уменьшим ее. Если мы хотим сказать пропорции, то держим Shift. Если не хотим, мы хотим, допустим, сделать такую широкоформатную совсем кнопочку очень хорошую. Текст не виден. Да, текст вообще на самом деле можно взять и удалить его. Предположим, он нам не нужен. Нажимаем клавишу A. Опять не то. Давайте сейчас... Давайте сделаем побольше размер. чтобы как-то... получше. Так. А как теперь двигаться? Вот так вот. И вот так вот. Так, теперь... Ага, выделяем текст и удаляем его. Допустим, он нам не нужен. Ну, осталась, кстати, подсветка. Проверим вот так вот. Вот нам осталась подсветка. Нам тоже она не нужна. И теперь у нас кнопочка стала такая аккуратненькая. Так. Давайте снова вернем все на место. Fit. И, кстати, вот здесь можно поставить ограничительные линии. То есть для текста. Какого-то текста. Да, для титров. Вот они находятся. Вот-вот-вот-вот. Вот так вот. То есть, потому что если вы будете показывать свой DVD-диск на каком-то старом телевизоре, то на нем, возможно, какие-то части видео не будут видны просто. И если вы расположите этот какой-то элемент вот так вот, то возможно, куска видно не будет. Поэтому для этого и вот можно вызвать такие вот ограничительные линии. То есть разместив кнопочку вот в этом месте, мы будем уверены, что она будет видна на любом телевизоре. Ну, даже вот так все равно будет видно. Но все равно близко не надо ставить очень. Будет некрасиво. Давайте теперь уменьшим эту кнопку и еще поменьше сделаем. Возьмем и скопируем, допустим, два раза. Нажимаем Alt, держим и тащим. Снова нажимаем Alt, держим и тащим. Я специально сделал их криво. Давайте теперь их выровняем. Выровнять кнопки можно так. Выделяем все три кнопки. Нажимаем Ctrl. Лучше, конечно, выделять инструментом деления Select Tool клавиши V. и идем в Object, да, Object Align выравнивание. И мы хотим выровнять, допустим, эти кнопки вот по этой кнопочке. Мы нажимаем Align Bottom, то есть низ. Все кнопки встают по нижней части, то есть самой нижней кнопки, которая у нас была. Теперь нам нужно выровнять их по горизонтали. Идем снова в меню Object и Distribute, то есть выравниваем по горизонтали. Все. Они у нас стали четко. То есть расстояние между ними стало идеально ровное. И они все выстрелились в одну линию. Тоже идеально ровно. То же самое можно сделать и заместив их. Давайте просто сейчас мы ударим все равно. Разместив их вот так вот, допустим. Давайте я покажу. Ну, ладно, сейчас. Ничего страшного. Временно. Мы сейчас их разместим вот влево по верхней кнопке и сделаем их ровными. По нижней части так сделаем. То есть нажимаем Control, выделяем все три кнопки. Идем в Object, Align. То есть выравниваем по верхней. Значит у нас это левый край. Left. И выравниваем теперь по вертикали. Distribute в вертикали. Вот. Вот у нас стало. Ну, конечно, вот с этой кнопкой это все пересекается. А так вот, видите, между ними все стало нормально. Они не пересекаются и здесь нету никаких красных линий. Ну, примерно так вот. То же самое можно выравнить текстовые кнопочки или просто текст и вообще любые объекты. Так же можно расположить из этих кнопок штук 20-30 даже, да. И их все идеально выровнять. Как в вертикали, так по горизонтали. И между ними будет идеально ровное расстояние. Все, у нас кнопки выделены. Нажимаем Delete. Такое, знаете, было маленькое отступление, которое, в принципе, может пригодиться, если вы будете сами как-то переделывать под себя меню. Или делать меню с нуля. Это вещь очень полезная. Так, чего у нас еще? Все, мы здесь все сделали. Вот давайте теперь все-таки... Чепторы мы сделали. Как бы не забыть про эти вот подсветки. Вот они. Давайте сразу их поменяем. Для этого идем в меню и Edit menu Color Set. То есть изменить цвет кнопочек. Сразу ставим в этой строчке Color Set. Default. Меню Default. И меняем. Вот у нас здесь желтый свет. Давайте выберем. Ну, пускай будет желтый. Только сделаем его не такой блеклый, а сделаем 100% его. И красный свет. То есть, когда мы нажимаем на пульт, на пульте, на кнопку Ввод, ну, там Play, допустим, то у вас меню на какую-то секунду горит красным светом. Пускай тоже будет 100%. Кстати, можно проверить вот сейчас здесь. То есть, щелкаем на превью. И мы видим. У нас сейчас вот как раз нажата эта кнопка, когда мы нажимаем на пульте Enter или Play. Вот так будет гореть, когда мы будем просто наводить на нужную кнопочку с пульта. То есть, будем выбирать эту кнопку. А так у нас будет как бы чисто. Хотя у нас должна, конечно, должна быть выделена первая кнопка. Сейчас мы все это сделаем. Нажимаем ОК, пока нас это устроит. Так. Чептеры мы создали. Давайте теперь привяжем чептеры к кнопкам. Сделать это очень просто, да и быстро. Самый простой способ привязать чептеры к кнопочкам. Потому что это у нас уже кнопки. Вот это вообще не кнопка. Но мы сейчас сделаем не из текста, а из элемента. Который добавим. Давайте прямо сейчас сразу и добавим. Черт там мелочится. Здесь же опять в библиотеке выбираем. Выбираем эти кнопки. Так. Это у нас какие-то фоны. Это тоже какое-то непонятно что. Так, а где же наши? Давайте все-таки выберем. Может быть здесь. А вот, смотрите, появились. В папочке General основные. Вот здесь видите, такие вот элементики есть. Из которых сейчас, нажимая стрелочку вниз. Можно какую-то стрелочку сюда перенести. И руку. Просто добавить можно элемент. Давайте просто возьмем, добавим этот элемент. Вот он. Сюда. И уменьшим его с шифтом. Сохраним пропорции. Видите, обычным инструментом Selection Tool не получается сдвинуть элемент. Мы выбираем клавишу A. И теперь можно двигать. Ну, понимаете, да. Вот так вот вы располагаете. Как хотите, искажаете. Можете идти что-то не писать. Ну и так далее. Давайте просто лишнее. Удалим его. Поняли принцип, да. Здесь выбираете эти наборы. И если они, конечно, там есть, значит, на ваше усмотрение. Давайте. Здесь у нас небо. Давайте закинем сюда самолетик. Сделаем ему поменьше. Нажимаем Shift и пускай даже такой будет. Красивый самолет. Сейчас из него сделаем кнопку, которая будет привязана к первому чептеру. То есть, вставив диск в DVD Player, у нас появляется меню с активной первой кнопкой. Вот с этой вот. То есть, нажав сразу на Enter или Play, сразу же будет проигрываться весь фильм с начала, с первого чептера. Вот с самого начала нашей тайм-линии. Вот для этого что нам нужно сделать. Инструментом, опять же, Direct Select Tool выделяем наш самолет и делаем из него кнопку. Идем в Object Convert to Button. То есть, конвертируем его в кнопочку. И идем сразу же в свойства этой кнопки. И привязываем самолет к первому чептеру. Вот, Link. Здесь такая у нас строчка, выпадающее меню или выпадающий список и так далее. Момент упустили, давайте как-нибудь обзовем нашу тайм-линию. То есть, выделяем тайм-линию, идем в свойства и, допустим, пишем, ну как назвать тайм-линию? А пускай будет она у нас, не знаю, Мексика что ли, снова. Так, Мексика. Вот. И сейчас мы щелкнем по пустому полю и в этой миссии у нас поменяется название. Вот так вот. И давайте переименуем меню. То есть, также идем в свойства, закладочка Basic. То есть, базовые. Выбираем и, ну не знаю, пишем. Давайте напишем просто меню, большими буквами даже. Ме-ню. Вот так вот. Тоже щелкнем по пустому полю и название у нас появляется здесь. Все. Теперь давайте, на чем мы остановились. Выделяем самолет. Так, теперь у нас не получается. Где-то находимся Basic. Подождите. Баттн. Все правильно. Баттн. А, вот. Точно. Аэроплан. ПНГ. Все правильно. Выделяем самолет. Идем. Вот в это вот впадающую. Список. Или меню. Выбираем нашу таймлинию. Потому что мы хотим привязать к таймлинии. Вот она таймлиния. Которая называется Мексика. Где-то здесь вот написано. Мексика. Здесь тоже Мексика. И выбираем первый чептер. Вот все пять чептеров у нас вот они. Раз, два, три, четыре, пять. И мы выбираем первый чептер. Все. И теперь мы видим, что у нас элемент, который называется Аэроплан, привязан к первому чептеру. Chapter One. Если мы Chapter One переименуем, то будет написано Мексика и название, которое мы дадим первому чептеру. Я думаю, все понятно. Теперь посмотрим, кнопочка у нас будет светиться или не будет. Нажмем на эту вот кнопочку. О, видите, все светится. Все привязано. Отлично. Почему? Потому что у нас все вот эти элементы находятся в Highlight, то есть такая группа 1. Если мы изменим название группы у Аэроплана 2, то у нас будет цвет другой. Другой нет. Видите, другой. То есть, опять же, мы можем пойти в меню и идти в меню Color Set и вот Highlight Group 2. Выбор здесь, не знаю, какой-то такой зеленый цвет сто процентов. Ну, конечно, при желании все это дело. Не знаю, это лишнее, конечно. Видите, теперь настал стопроцентный зеленый свет. А если мы нажимаем сюда, то он сейчас будет синий. Здесь все красные будут, а это будет синий. Если мы снова поменяем на что? Групп 1, то цвет поменяется, ну, будет так у всех. Я думаю, это все понятно. Давайте вернемся вот сюда. И давайте теперь привяжем чептеры к кнопкам. Ну, допустим, мы хотим чептер 2 привязать вот к этой кнопке. Кстати, по названиям кнопок у нас... Давайте выделим инструментом выделения Selection Tool кнопку. У нас номер 1. Когда мы вставляем диск в DVD Player, то у нас по умолчанию будет подсвечена кнопка номер 1. Давайте поменяем. Сделаем кнопку номер 1 на самолете. Это вот делаем так. Номер 1. Все. Это пускай будет номер 2. Это 3. Но это автоматически четвертая становится. У нас пока все устраивает. Потом мы еще кое-что поменяем. Значит, как можно привязать? Двумя способами. Один способ очень простой, другой посложнее, но более такой официальный. Давайте более официально. С официальной начнем. Выделяем кнопку. Выделили. И в свойствах кнопки. Надеюсь, вы поняли, что мы выделяем. Того свойства здесь и появляется. Сейчас, допустим, мы выделили кнопку номер 2. Вот. Свойства кнопки 2. Мы выделяем таймлинию. У нас здесь свойства таймлинии появляются. Мы сейчас с этим тоже будем работать. Придется. Выделяем кнопку. Появляется свойства этой кнопки. И. Вот. Знакомый снова линк. Привязка. Выбираем. Снова нашу таймлинию. И chapter 2. Выбрали. Все. Появляется. Пока. Стоп кадр. Такой. Ну. У нас он будет, конечно же, анимированный. К этой кнопке привяжем, допустим, chapter. Как раз у нас начинается вот вторая часть. Chapter 4. Ну. Как это сделать можно быстрее. Просто взять этот chapter, схватить и перетащить его на нужную кнопку. И все. Почему черное? У нас здесь такое пятно. Потому что, как мы помним, у нас, давайте переместимся вот эти стрелочки на этот chapter. У нас здесь начинается вторая часть с черного видео. Нажимаю я play. Вот так. Допустим, мы не хотим, чтобы у нас вот эта кнопка начиналась с черного видео. То есть, когда мы вставляем диск опять же в DVD player, сразу появляется меню. И у нас сразу же будет черное видео. А потом уже, конечно, черное видео. Вот. Например, вот так оно будет. Потом оно будет таким. Допустим, мы хотим, чтобы здесь видео игралось именно с этого момента. Да, запросто сейчас сделаем. Давайте выделяем тайм-линию. Допустим. Нажимаем на плюсики. Побольше сделаем. Щелкаем правой кнопкой по этому чептеру. То есть, ставим курсор в то место, какую картинку мы хотим видеть в кнопке. Щелкаем правой кнопкой и нажимаем Set Poster Frame. Нажали. Все. Теперь у нас, грубо говоря, при вставке диска DVD в плеер, сразу же будет видео играться отсюда. Ну, кстати, можно его вот так взять и вот сюда поставить. То есть, поставить сюда его можно. Без разницы. То есть, здесь гора у нас шла, да, помните? Вот так вот. Можно вот так сделать. То есть, будет играться туда, куда мы поставим его. Но, если мы нажмем с пульта на эту кнопку, то видео будет играться, разумеется, четко отсюда. То есть, этот чептер только для превью. То есть, для предосмотра в этой кнопке. Поэтому давайте поставим на место его. Ну, давайте так сюда. И мы все сразу это видим. Давайте поменьше сделаем. Нажмем слэш. И привяжем пятый чептер к последней кнопке. Вот так вот. Кидаем. Все. Здесь, допустим, нас видео устраивает. Если не устраивает, мы ставим чептер в любое место. Щелкаем правой кнопкой. Выбираем Set. Так что-то я промазал, получается. Правой кнопкой. И Set. Но учите. Если, допустим, у вас длинное меню. Длинное. Примерно там будет больше, чем вот это расстояние. То есть, видео будет играться вот именно вот так вот отсюда. И пошло, пошло, пошло. Потом будет здесь виден конец фильма. Если у вас песня идет до сих пор, то потом будет просто черное, здесь пустое пространство. Черно. Чернота будет сплошная. Вот это надо будет учитывать. Давайте не будем рисковать. Просто берем и удаляем Delete. Да? Получается. Ой. Отмена. Удалились две кнопки. Почему-то. Так. 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 Как нам удалить? Нет. Я просто экспериментирую. Я вам говорю, что я в меню не очень сильно в этом, то есть в этом, в энкоре не очень сильно разбираюсь. Смотрите, не получается у нас как-то удалить этот chapter-то. Надо же. Не получается. Так. Значит, получается только если отмену сделать несколько раз. Странно. Delete. Chapter Point. Давайте удалим. Просто поставим снова. Вот так вот. И снова привяжем. Ой. Вот так. 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 Кидаем. Все. Привязали. Для начала давайте сейчас сделаем такую вещь. Допустим, мы хотим вот нажав на эту кнопку переместиться сюда с помощью пульта DVD. Потом нажать на правую кнопку переместиться сюда. Потом сюда. Потом снова нажать на правую кнопку на пульте и переместиться вот сюда. То есть по кругу. Сейчас у нас этого конечно не получится сделать. Чтобы вот это все сделать нам нужно войти в свойства меню. Вот меню. Basic. Да. И снять галочку. Автоматически. Ну, вот это путь. Button. Button. Это кнопки. Автоматически это ясно. То есть как бы автоматическое путешествие кнопку что ли. Вот. Надо снять эту галочку. Для чего? Давайте я покажу. Сейчас я толком, наверное, не объясню. На словах я лучше покажу. Нажимаем вот эту кнопочку. И мы видим. Как будет, как написано, путешествовать. Кнопки. Так, знаете что. Я сейчас сижу на даче, записываю уроки. И так что, то если вы слышите писк, это отключилось электричество у нас. Такое бывает часто. Так что давайте, знаете что. Сейчас, секунд через, наверное, 30-40 отключится эта батарея, которая у меня подключена к компьютеру. И все. Давайте, чтобы не переписывать урок, потому что много времени уходит на это. Заканчиваем сейчас вот эту часть урока. И когда включится электричество, сегодня или завтра уже поздно, я допишу оставшуюся часть урока. Давайте закончим. Извиняюсь.